Здесь по-медицински стерильно и название соответствует лаборатория, только испытывают здесь не биологический материал, а электротехническое оборудование и средства защиты для работы под напряжением. Все испытания проводимы в электротехнической лаборатории не для посторонних глаз, в первую очередь из соображений безопасности. Во время работ здесь находятся два человека, они строго следуют правилам при выполнении высоковольтных испытаний, в противном случае их просто ударит током. Очередное испытание – проверка на прочность средств индивидуальной защиты. Эти перчатки используют при работе с электрооборудованием, на них не должно быть повреждений. Целостность проверяют в специальном резервуаре с водой, пропуская через перчатки электрический ток. Испытания прошли успешно, установка показала себя в работоспособном состоянии. И надеюсь, что дальше будем производить дальше также работы по испытанию делительских перчаток, бот, галош, средств защиты. Лаборатория работает только первый месяц. В трех помещениях – оборудование для испытания изоляции, силовых кабелей, проверки автоматических выключателей. И множество приборов для измерения параметров электросети – силы тока, сопротивления, напряжения. Всего на один миллион рублей. Зато теперь в «Алмаз-Дур-Трансе» можно проводить полный спектр испытаний электрооборудования, кабельных линий, электропроводки зданий, заземляющих устройств, обслуживать трансформаторные подстанции. До создания «ЭТЛ» эти работы нам проводили «Алмаз-автоматики», «Алмаз-электромонтаж» подрядной организации. Мы пользовались их услугами. Сейчас мы эти работы проводим собственными силами. Это снижение собственных затрат. В год на обслуживание электрооборудования своими силами «Алмаз-Дур-Транс» будет экономить до 14 миллионов рублей. Оснащение лабораторий окупится на второй год эксплуатации. А еще это выход на рынок с новым предложением. Теперь предприятие может предлагать еще один вид услуг сторонним заказчикам. Олеся Васева, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край».